Итак, в прошлый раз мы с вами обсуждали тему фруктов. Вы узнали для себя кое-что новое, кое-что интересное о том, как нужно употреблять фрукты, с чем их можно сочетать, с чем нельзя, почему не стоит бояться фруктов. И сегодня обзор темы овощей. И начать ее нужно с того, я думаю, чтобы определиться вообще наконец-то уже с тем, что такое овощи. Я думаю, что многие из вас сейчас скажут, что тут определяться, что тут непонятного. Все очень понятно. Вот приходишь в магазин, вот есть прилавок, там витрина, на которой написано овощи, ты туда идешь, и все, что там лежит, это будут овощи. Но это на самом деле не так, потому что витрину в магазине составляют традиционно питающиеся люди. И очень часто под овощами они понимают не совсем то, что понимаем под ними мы натуропаты. Поскольку я отношу себя к натуропатам, не доктор натуропатии, то к овощам у меня несколько иное отношение, нежели к ним относятся в общепринятом смысле все традиционно питающиеся люди. Для кого-то из вас, конечно, моя информация будет уже известной, уже не один раз слышанной. Но ничего не поделаешь, приходится повторять именно потому, что много новых людей подписывается, и для них это будет новая информация. Поэтому я обязана повторять одно и то же. Итак, что такое овощи? Чтобы было очень просто понять это, представить себе и уже определиться в конце концов, как их не путать с какими-то другими продуктами, нужно одну простую вещь понять для себя, что овощи – это либо наземная листовая часть растения, не содержащая семян, либо подземная часть растения, не содержащая, конечно же, семян. Уложите, уложите это в своей голове. Это на первый взгляд кажется немножко мудреным, но я сейчас объясню. Вы сравните это с фруктами. Вот в прошлый раз мы говорили про фрукты, и я вам говорила, что фрукты – это части растений, которые содержат внутри семена или косточки. Так вот, с овощами всё как раз наоборот. Это растения или части растений, которые не содержат ни семян, ни косточек. То есть это либо листья растений, да, листовая надземная часть, либо их корни, клубни, корнеплоды – подземная часть. И вот теперь всё становится более-менее понятным. То есть то, что содержит внутри себя какие-то семечки, косточки – это органы размножения, это то, что растение вырастило для размножения, и именно это мы называем плодами. К плодам мы относим и фрукты, и ягоды, в общем, всё, что внутри содержит семечку. А, как вы понимаете, части растений, которые не содержат семечек – это не органы размножения, это сама непосредственно часть растения. То есть, ну, что, например, мы понимаем под надземной частью? Ну, это вся листовая зелень, которую мы употребляем в пищу. Это всевозможные салаты, всевозможные травки типа мята, петрушка, кинза, укроп. Это все виды капусты, потому что все её надземные части, да, листья, соцветия, неважно, какая капуста – красная, белая, цветная, брокколи, там названий много – пекинская, китайская и прочее. Всё равно это всё растёт над землёй, это листья, поэтому это всё овощи. Ну, и то, что под землёй. Наиболее распространённое – это всем известные морковка, свёкла, редис, репа, редька белая, редька чёрная, дайкон, корень петрушки, корень сельдерея, какая-нибудь брюква. Ну вот, всё в таком роде. Это из наиболее таких распространённых. Конечно, есть ещё и другие растения, клубни которых можно, корнеплоды которых, да, и клубни можно употреблять в пищу. Но, скорее всего, они не все нам знакомы. Я перечислила наиболее употребляемые. Вот кальраби, да, это тоже правильно пишете в чате, что да, кальраби – это тоже овощи, но только это не подземная, это надземная часть, да, хотя по своей структуре она очень напоминает корнеплод, такая дубовая, прям как репа. И даже по вкусу немножко напоминает репу. Однако это надземная часть капусты, растений, да, поэтому мы её тоже к овощам причисляем. Всё правильно. Так вот, в чём отличие фрукта? А, да, теперь самый главный шокирующий факт, да, поскольку мы сейчас обозначили то, что те части растений, которые имеют внутри семена, не относятся к овощам, а относятся к плодам, то сейчас у некоторых округлятся глаза, потому что помидоры, огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыквы – это всё, оказывается, совсем не овощи. Это вообще, как говорят, ни разу не овощи, а это самые настоящие плоды, потому что у них внутри содержатся вот эти самые семена, семечки для размножения. Вот такая вот метаморфоза. Ну, с одной стороны, казалось бы, ну какая разница, да, какая разница, как мы назовём помидоры, огурцы, как мы назовём капусту, какая разница? Это же всё сырая растительная пища, и если мы будем её есть, там, как угодно, с чем угодно, нам это будет только в пользу. Оказывается, это не совсем так. И вот как раз в этом-то и состоит замысел моего эфира, чтобы объяснить вам, что же тут за подводные камни, да, с этими овощами, и как бы тут не наделать косяков. Значит, смотрите, отличие овощей от фруктов, очень такое, ну, существенное, это в том, что фрукты, как правило, они все мягкие. Ну, фрукты и плоды, будем так говорить, да, потому что помидор тоже мягкий, кабачок, он тоже довольно мягкий, то есть не составляет труда взять и откусить кусок кабачка или тыквы, и, ну, они очень легкие, отрезать их ножом легко. А вот овощи самые настоящие, капуста, да, и корнеплоды, они довольно грубые, они довольно жесткие. И если, предположим, помидор или хурму мы едим очень легко, прям раз и съели, да, там, можно сказать, один сок в них внутри, то вот про овощи, конечно, такого точно не скажешь. Что капусту, что морковку, что свеклу сырую, их приходится, ну, пожевать, да, пожевать, чтобы они как-то там проглотились, чтобы они как-то там перевалились, и приходится жевать. Но это довольно трудно, не у всех справляются зубы, поэтому мы придумали эти овощи нарезать или шинковать, или тереть в терку, чтобы они как-то стали удобоваримы. Так вот, за счет чего вот эта грубость? За счет чего? А она как раз за счет того, что волокна овощей, они очень толстые, толстые, грубые. Это, по сути, остов, да, остов или скелет вот этого овоща. Вот если у вас есть свой огород, вы наверняка видели такую картину. Если осенью во время уборки урожая вы случайно оставите в земле там, не выкопанную, допустим, репку или какую-нибудь редьку, то потом, если вы случайно при перекопке где-нибудь весной или летом найдете остаток этой репки, редьки, то вы увидите такое некое подобие мочалки. То есть это будет по-прежнему как бы форма, да, форма репки или редьки, но она будет сделана, как шарик из волокон. То есть весь сок, он вытек, все, да, он испарился, он усох, высох, а осталась сама клетчатка. Вот этот вот самый шарик в переплетениях, как мочалочка. Вот это вот и есть волокна, клетчатка. То есть отличие овощей от фруктов заключается в том, что у овощей эта клетчатка очень грубая и по сути сам овощ, он и представляет из себя вот эту самую клетчатку. То есть сока там несколько меньше, чем во фруктах, потому что клетчатка фруктов более тонкая и более нежная. И больше места остается именно для сока и сочной мякоти, вот этой самой очень-очень мягкой составляющей фруктов, которая идет нам в пищу. Так вот, в отличие от фруктов, вот эти волокна грубые, овощные, они в нашем организме не усваиваются. Они не перевариваются. Это не элемент нашего питания. Запомните это. Мы не питаемся этим волокном. Этим волокном, этой клетчаткой, питаются наши кишечные бактерии. И для наших кишечных бактерий это вот такое питание. Это супер! А вот почему мы все время твердим о том, что должна быть клетчатка в питании, обязательно должна быть клетчатка в питании. Для чего она нам нужна? Нам, вот лично нам, да, в наше питание, она вообще никак не нужна, потому что мы там оттуда ничего не можем взять. Но оттуда очень много всего берут кишечные бактерии. По сути, это и еда для бактерий, и это их среда обитания. И вы, наверное, обратили внимание, что если вы едите много вот такой клетчатки, много едите овощей, то у вас со стулом обычно проблем не бывает. И это бывает довольно качественный, такой объемный, да, такой хороший стул. Причем там все переработано. То есть обратите внимание, что волокна вы не видите, да, в стуле, вот эти прям вот, вот эти самые волокна, которые, из которых соткан овощ, вы их, скорее всего, не увидите. Они будут в массе, переработанные кишечными бактериями. То есть это очень быстро все происходит. Бактерии их обрабатывают, расщепляют, питаются, и остатки выводятся с калом наружу. По сути, сам кал – это и есть переработанная клетчатка, отходы жизнедеятельности бактерий, сами мертвые бактерии, ну и там какие-то пищевые остатки, там то, что не переварилось, окрасилось желчью. Вот эта вот масса выводится. Вот в чем отличие овощей от фруктов. То есть если фрукты мы усваиваем очень хорошо, и мы ими напитываемся, мы ими питаемся, то от овощей взять питание практически мало возможностей. Но однако же мы их едим. Нет, конечно, та часть сока, которую мы выдавили зубами из морковки, из капусты, и она пошла на питание, конечно, эта часть нами усвоилась. Но это очень маленькая часть по сравнению с тем, что мы можем получать из сочных фруктов, из того же арбуза, из той же хурмы, из яблок, то есть там практически все идет на питание овощей. По большей части все идет на питание бактериям. Вот почему очень важно употреблять овощи, несмотря на то, что многие их не любят. Я говорю про овощи-овощи. Не путайте сейчас помидоры, огурцы, перец – это плоды, это туда, к фруктам, а вот овощи – овощи, листовые, капустные и корнеплоды. Далеко не каждый человек любит их кушать в большом количестве. То есть, ну, я знаю просто, что гораздо приятнее съесть кисточку винограда или там пару-тройку ломтиков арбуза, чем сидеть, упираться морковным салатом. Хотя встречаются и другие примеры, когда люди очень любят овощи и едят с удовольствием эти салаты. Но вот как бы все равно статистика говорит о том, что фрукты поедаются значительно приятнее. И это как раз говорит о том, что фрукты являются очень естественной едой для человека. И поскольку овощи, как вы теперь понимаете, уж не очень сильно нас питают, может возникнуть такое мнение, что, ну, раз от них нет толку, раз от них нет питательных веществ, то типа, что там на них упираться, да, обойдусь как-нибудь там помидорами, обойдусь яблоками и так далее. Но нет, тут немножко не работает такой подход. И вот я сейчас перехожу постепенно к теме сочетания. Дело в том, что очень у нас распространено сочетание какого-то мясного или вареного крахмалистого блюда с традиционным салатом из помидоров и огурцов. Но это уже прямо вот родом из детства, и наши родители так ели, и мы сейчас так едим, и мы кормим наших детей. А вот я вам сейчас заявляю, что это большая ошибка, что это неправильно сочетать мясную, ну, животную пищу и вареную крахмалистую с салатами из помидоров и огурцов. Или просто с помидорами, или просто с огурцами, и даже с перцем. Смотрите, что происходит в желудочно-кишечном тракте. Помидоры, огурцы, перец – это группа продуктов, которые относятся к очень легко усваиваемым, очень быстро усваиваемым. И для расщепления, усвоения этих продуктов нужно прямо вот совсем минимум ресурсов организма. То есть немного желудочно-высоко, немного желчи, совсем немного, и определенные ферменты тоже немного, для того, чтобы это все пристроить в кишечнике, расщепить, и чтобы нам пошла от этого польза. То есть просто, просто минимум, минимум затрат от организма требуется для того, чтобы расщепить и встроить питательные вещества от фруктов. Когда мы едим какую-то животную еду или крахмалистую, вареную, каши, супы, тушеные овощи и так далее, здесь уже совершенно другая картина. Абсолютно другая картина. Эта пища, она нелегкая. Ее, чтобы расщепить, нужно много времени и много затрат. Нужна определенная среда во рту. Нужно достаточное количество слюны. Нужно немалое количество желудочного сока, чтобы тоже мясо, например, расщепить. Нужно приличное количество ферментов пищеварительных, чтобы расщепить эту животную еду и в дальнейшем в кишечнике. Ну и, конечно, нужна желчь. И, конечно, нужна другая кислотно-челочная среда. То есть совершенно иные условия для расщепления этой еды и другое совершенно время, несколько часов, это точно, нужно для расщепления вот такой еды. И получается, что когда мы смешиваем эти два совершенно разных вида еды вместе, мы вводим в заблуждение свой организм, свой пищеварительный тракт. Ну, стоят две совершенно разные задачи по пищеварению. И, конечно же, он справится, организм, потому что он у нас очень умный, и он очень преданный. Наш организм все время делает так, чтобы нас вытаскивать, да, из каких-то неприятных ситуаций, и все время предпринимает массу усилий для того, чтобы не было чего-то плохого, а чтобы было только хорошее. Поэтому у нас всегда есть шансы, ну, что-то заболело, всегда есть шансы, что это пройдет, да, заболели, поправимся, выздоровеем, потому что организм все время старается вас вытаскивать. Так и здесь. Конечно, он переварит. Конечно, он что-то выведет. Но какой ценой и с какими последствиями? То есть, если мы, скажем, едим отдельно от всего, просто берем салат из помидоров и огурцов и просто его съедаем, организму все очень понятно, задача минимальная, под козырек, все быстренько сделал, быстренько отправил в нижний отдел кишечника, если там нет никакой преграды, и это все быстренько выведется в определенный час. Но если мы запускаем эти два вида пищи вместе, то здесь, конечно, задача уже усложняется. Все это будет в одном котле, в одном месиве, скажем так, и особой пользы не будет, да, от тех помидоров и огурцов, которые вы съели. И особой пользы не будет для лучшего пищеварения, как вы думаете, да, что ешь, ешь вот огурчики, там, чтобы мясо лучше усваивалось, тоже этого не будет, потому что лучше мясо усваиваться не будет, будет, наоборот, только хуже. То есть, будет задержка по времени вот этого пищеварительного процесса, а чем дольше пищеварительный процесс, тем больше побочных явлений в виде загрязнения кишечника. Вот к чему приводит поедание, в совместном, в одном котле, вот этих вот традиционных вещей. Котлеток с помидорчиками, огурчиками, картошечки, пюре и так далее. Поэтому, это, конечно, я не про овощи, да, но тем не менее, это нужно сказать, потому что вы-то, в основном-то люди это считают овощами. Поэтому те, кто заинтересован в здоровлении своего питания, в наименьших побочных эффектах в виде загрязнения кишечника, вы просто возьмите себе на заметку, что такие вещи, как салаты, помидорные, огуречные, лучше кушать просто отдельным приемом пищи. Вот просто взяли, поели салат, вот сколько хотите, да, там, тарелку, сколько угодно, а потом спустя время, ну, хотя бы там час, или когда вы проголодаетесь, возьмите и поешьте просто уже тогда отдельно другую еду. Там, вареное что-то, мясное, животное и так далее. И теперь возвращаясь к настоящим овощам. Морковка, да, салатики из морковки с чесночком, салатики из капусты со свеклой, квашеная капустка, там, капустка с луком, или там, свекла с чесноком, редька со сметаной, редиска с зеленью, и так далее, и так далее. То есть тут, да, разный, кто что любит. Вот здесь картина как раз другая. Вот эти овощи, вот именно овощи, да, в прямом смысле, вот их как раз можно сочетать и нужно. Ну, если вам хочется, да, если вам хочется с чем-то сочетать, потому что некоторые любят просто отдельно есть салат из морковки, а кому-то хочется сочетать. Так вот, если хочется, то прям смело сочетайте и с животной едой, и с любой вареной. Почему? Ну, потому что, еще раз возвращаемся к строению овоща, он, по сути, состоит из грубого волокна. И вот это самое грубое волокно, оно как щеточка, да, не зря и называют эти салаты грубые, да, салат-щетка. Вот это самое волокно, как щеточка, оно помогает пищевому комку продвигаться быстрее по кишечнику и не прилипать к стенкам кишечника и без того загрязненным. То есть, если мы просто едим какую-то вареную еду или животную, то если вы едите ее неправильно и в больших количествах, и слишком часто, и у вас вообще неблагоприятная установка в кишечнике, то перевариваясь, да, расщепляясь и продвигаясь по кишечнику, эта пища оставляет после себя клейкие следы. И эти клейкие следы, они загрязняют стенки кишечника. Так вот, овощи как раз помогают минимизировать вот это загрязнение и помогают не приклеиваться вот этой пище, да, а продвигают ее по пищеварительному тракту. Вот почему очень хорошо есть котлеты с морковным салатом, да, мясо с салатом из капусты, сырую свеклу туда добавлять, всякие редьки, редиски и так далее. Заправка может быть совершенно любая, специи любые, там масло, сметана, перец, чеснок, лук, все, зелень, все что угодно, вот все, что нравится, можно это использовать и делать свои салаты именно вкусными, овощные салаты, а не так, что постругал капусту, вот, посыпал солью, ложку масла, бухнул, и вот сижу, давлюсь. Уже давно я написала книгу «100 простых и вкусных рецептов», которые мне помогли перейти на естественное питание. И там я привела достаточно много рецептов заправок к салатам, да и самих салатов, которые довольно интересные, вкусные, радостные, есть их совсем не скучно. И к тому же, например, такой овощ, как капуста, очень часто вызывает газообразование. Не только у тех, у кого кишечники грязные, но даже и у тех, у кого кишечники, скажем так, довольно чистые, или у тех, кто уже начал заботиться о чистоте своего питания. Поэтому для того, чтобы уменьшить газообразование, с капустой нужно немножко поработать. А именно, что? Ее нужно сферментировать. Что такое ферментирование? Это процесс, когда капуста уже немножко расщепляется вне вашего тела. То есть она уже расщепляется бактериями, и внутри ей расщепиться, перевариться намного проще, пройти по желудочно-кишечному тракту. И вот эти газы, они уже выйдут наружу в то время, как она будет ферментироваться. Вот я недавно давала рецепт ферментированной капусты в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ну, я просто потом дам ссылку и подписывайтесь на мой телеграм-канал, и я там буду регулярно давать интересный рецепт. Ну, в частности, вот по ферментированной капусте. Когда мы ее шинкуем, перемешиваем с солью, специями, и трамбуем в банку, и ставим на окно, там дня на три, и периодически протыкаем ее палочкой, из нее выходят газы, потому что она обрабатывается бактериями, вот эти вот газы выходят, и потом, когда мы уже кушаем ферментированную капусту, заправив ее маслицем, добавив туда лучку, она становится очень вкусной, она меньше вызывает газов, и она становится более, даже, я бы сказала, полезной для нашего организма, и очень хорошо воспринимается нашим кишечником и бактериями. Бактерии очень любят вот такую ферментированную капусту. Причем именно вот ферментированную можно делать не только капусту, можно делать и кабачки сырые, да, вот почему-то принято, что кабачки надо там обязательно тушить, там, жарить, и хоть кабачки это и не овощи, это плоды, но это я к тому говорю, чтобы вы как можно больше вводили в свой рацион сырой растительной пищей. Не обязательно кабачки жарить, парить, да, их можно вот так же сделать ферментированными и кушать просто как закуску для своих бактерий. Так, вот, наверное, это основное про овощи. Сейчас немножечко про сочетаемость и скажу, тут все очень просто. Дело в том, что про фрукты, если вы помните, мы говорили, что их нельзя кушать вместе с вареной едой, нельзя после вареной еды, потому что будет брожение. Вот этого к овощам не относится, и овощи являются практически универсальным инструментом. То есть овощи можно есть всегда и с любой едой, и до еды, и после еды. Вот это просто настолько универсально, что хочется, ну, прям поаплодировать этим овощам, воспеть им какую-нибудь хвалу именно за то, что они универсальны. Вот что бы вы ни ели, хоть селедку, хоть котлеты, хоть картошку, хоть кашу, хоть фрукты, хоть зелень, хоть другие овощи, вот с любым, с жирами, с любыми, с любой едой сочетаются овощи. И каждый раз, когда вам в голову придет поесть овощей, вам вообще можно эту голову не ломать на тем, можно вам их сейчас есть или нельзя. Вот прям хоть ночью проснулись, да, захотели есть, идите, поешьте сырые овощи. Вам ничего плохого за это не будет. Бактерии только скажут спасибо. Вот, вот в чем универсальность овощей, в чем их большой, большой жирный плюс. Только главное, не путать, да, овощи и плоды. Но я думаю, что после сегодняшнего эфира у вас так более-менее разложилось. И теперь по вопросикам, которые у меня записаны из окна. Так, вопрос, ну вот, он как раз дублирует то, что я сказала, с чем сочетать овощи или лучше отдельно. Вообще не имеет значения, с чем сочетать. И отдельно или вместе, это вот только как вам нравится. Абсолютно. Причем, если вы едите отдельно овощи, вот сейчас внимание, да, важный момент, нюанс такой. если вы просто едите отдельно какой-то овощной салат, отдельно от всего, ну вот захотелось вам овощного салата, вы туда можете положить плодов. Вот, тех же огурцов, тех же там помидоров или перца туда порезать. Вот это уже будет совершенно нормально. То есть, смешать капусту с огурчиком, например, там, да, с зеленью, с авокадо и поесть просто как отдельный салат, в принципе, это очень даже неплохо. Вот это имейте в виду. Но если вы едите и овощи с фруктами тоже совершенно нормально сочетаются. То есть, если, например, вы решили позавтракать фруктовым фруктами, фруктовым салатом, вы вполне себе можете сделать это смешанный салат, фрукты с овощами. Вот у меня есть одна из моих любимых подписчиц и клиенток Юлия Синельникова, она дала очень интересный рецепт салата, который я тоже внедрила в свою жизнь и тоже вам советую. Она кладет на тарелку тертую морковь. Я, по-моему, показывала в сторис как-то этот рецепт. Подогретые на масле на сливочном бананы и что-то там еще. Ну, посмотрите, у меня где-то, по-моему, было, может, даже в актуальном осталось. И вот такой морковно-банановый салат очень вкусно. Получается, что у вас морковно-фруктово-овощной салат и вкусно, и полезно, и интересно, и обогащает ваше естественное питание. Так что, берите на заметку. Так, вопрос второй. С какими... Так, прям походу прям буду видеть, наверное, и отвечать сразу, чтобы потом не листать. Так, овощи с сыром, греческий салат и оливки сочетаются. Овощи с сыром, да. Греческий салат и оливки, да, сочетаются. С какими овощами... А, вот Юля пишет, морковь, сметана, мед, банан, орехи. Вот, вот тот самый салат, да. Так, с какими овощами сочетать горох? Значит, смотрите, по идее, вот теоретически, горох это, ну, если имеется в виду, вареный горох, то есть это бобовое, да, сваренное блюдо, которое является крахмалом. По идее, с любыми овощами, 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 да, то есть, эти не плоды, а именно овощи. Но тут есть один нюанс. Дело в том, что бобовые не у всех хорошо усваиваются. У кого-то тяжесть на животе, у кого-то повышенное газообразование, а овощи сами по себе, они тоже могут вызывать повышенное газообразование, просто потому, что вот эти волокна счищают загрязнение со стенок кишечника, и при вот этом вот соскабливании механическом могут выделяться газы, как продукты жизнедеятельности патогенных бактерий. Поэтому, если мы едим, например, горох вместе с капустным салатом, да еще если он не ферментированный, а свежий, это может вызвать неприятности. Нет, у кого-то это может даже совершенно спокойно за милое маё, как говорится, пролететь, и вообще не будет никаких неудобств, да, все будет хорошо, и будет стул замечательный. Ну и слава Богу, ну и вперед. Вот. А есть люди с нежными такими пищеварительными трактами, у которых это будет вызывать дискомфорт. Поэтому смотрите, пробуйте сами, как вам будет лучше. Будет ли вам хорошо и кушать горох с морковкой или вот без морковки, с капустой или без капусты, нужно пробовать просто и понимать. Может быть, просто будет достаточно какого-то зеленого салата, да, там та же зелень покрошенная мелко, тот же горох. Надо просто на себе тестировать и смотреть, как вам будет лучше. Так, картошку как лучше кушать, спрашивают в чате. Картошку хорошо кушать в запеченном виде. Запекли картошечку прям со шкуркой, и вот в запеченном виде, и плюс какие-то овощи любые. Овощи. Не помидоры, огурцы, а овощи, овощи. Так, если в овощной салат добавлен не лимон, а уксус, будет ли польза от такого салата? Если это уксус такой натуральный, допустим, яблочный, да, то это отлично. Если это уксус, который вот продается в магазине, ну, не могу сказать, что это прям отличное решение, но знаете, лучше пусть даже вы съедите овощи с уксусом, чем вы вообще не съедите овощей. Вот лично я так считаю. Так, бобовые не сочетаются с белковыми? Это очень тяжелое сочетание, то есть бобовые сами по себе тяжелы, белок то, ну, животные продукты тоже тяжелы, поэтому я бы не стала сочетать. Так, в чем отличие плодов и овощей? Начало эфира пропустила. Ну, нет, повторяться я не буду, это лучше пересмотреть эфир. Что же я буду повторять, если все уже слышали? Так, продолжаю дальше вопросы в этом, из листа. Можно ли утром есть овощные салаты или квашеную капусту? Вот это вот абсолютно дело вашего вкуса. Вот за себя, например, я могу сказать, что я ни за что утром не могу есть овощи. Не могу, вот хоть убейте. Просто для меня это слишком жесткое начало утра. Мне хочется чего-нибудь помягче. Обычно хочется каких-нибудь мягеньких фруктов или там размоченных сухофруктов или может быть какой-то коктейль, смузи, ну что-то такое понежнее. А вот овощи хорошо идут у меня там днем, может быть там на ужин. А если у вас вам хорошо утром с овощного салата, то надо слушать себя и делать так, как вам хорошо. Так, бобовые это крахмал или растительный белок? Это и крахмал, и растительный белок. Следующий вопрос. Сельдерейный сок тоже на печень реакцию дает? Непонятный вопрос какой-то, что значит тоже реакцию на печень и один литр это много, будет ли тошнить? Значит, смотрите, сельдерей это овощ, сельдерейный сок это уже не овощ, это уже просто сок, который является жидким питанием, питательным продуктом. Поскольку литр сока это ого-го себе, да, какой питательный продукт, а зелень, мы знаем, она очень мощно очищает, да, и ощелачивает, то да, может, как на печени, конечно, может быть реакция, тем более, от литра сока. Поэтому я думаю, что вполне может тошнить от одного литра сельдерейного сока и думаю, не стоит себя доводить до этого тошнотного состояния. Зачем, собственно, пить литр, если можно выпить там полстакана стакан и получить пользу, нежели получить выброс токсинов из печени, да, пусть даже это и благородный выброс, как бы печень очистилась, но вам-то от этого будет неприятно, будет тошнить, может даже вырвать. Зачем вам такие неприятности? Все в меру хорошо, без фанатизма. Так, вареные овощи, от них тоже можно вес набирать. Запросто. Дело в том, что вареные овощи и сырые овощи это совершенно разные продукты. Сырые овощи это клетчатка, да, это очищение организма, а вареные овощи это крахмалы, это загрязнение организма. Естественно, питание вы получаете какое-то от вареных овощей, но при этом вы еще и загрязняете свой кишечник, ну, в некоторой степени, да, не будем говорить, что прям очень сильно загрязняете, но в некоторой степени. А от сырых овощей вы не получаете никакого загрязнения, ноль, ноль загрязнения, но одно сплошное очищение. Утром можно есть каши, овсянку, не относятся к теме нашего эфира. Юль, я поняла, что про сельдерей ты спросила, но вот я тебя умоляю, без фанатизма. Так, меня вообще от сельдерея тошнит, тем более от сока. Мозг понимает, что полезно, но почему-то не могу его есть. Корень еще не пробовала. Вот, я тоже присоединяюсь вот к этому сообщению. Я тоже не могу есть сельдерея много, а тем более пить от него сок. Меня, на меня это навевает какую-то тошнотворную такую реакцию. я могу съесть там один стебель в салате, да, покрошив его куда-то там в капустный, там еще что-нибудь добавив такого. Это я могу, но вот просто пить сок не могу. Поэтому, если вас тошнит от сока, это значит, что ваш организм не хочет этого и не надо его насиловать. У меня есть примеры, просто люди, которые много лет пили, ну, человек, скажем так, когда пил по утрам сок зеленый, в составе которого был сельдерей, не испытывал при этом никакого желания, но в течение многих лет пил сок. Вот, когда я спросила, нравится ли это занятие пить сельдерейный сок, мне сказали, что нет, не очень. И мне был, естественно, вопрос, зачем тогда вы это делали в течение нескольких лет, если вам это не нравилось. Поэтому, если не нравится, не надо, найдите какую-нибудь замену более полезную для организма. Понимаете, если организм отторгает что-то, это точно ему не полезно. Просто поверьте своему организму, как очень умной, мудрой собаке, преданной собаке, которая вас никогда не подведет. Ваш организм никогда вас не обманет. Он желает вам только лучшего. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к нему. Так, овощи могут полностью заменить фрукты, как говорят последователи кето-диеты. Ну, я спорить не буду. Овощи действительно содержат, в принципе, те же самые элементы, что и фрукты, да, ту же фруктозу, там, сахара, и клетчатка, и сок. Поэтому, если вы не хотите кушать фрукты, если вы на кето-диете, пожалуйста, конечно же, вы можете кушать овощи, там, и пить овощные соки, если вам это можно. Нет проблем, я спорить даже не буду. Так, Татьяна, салат сельдерей, яблоко, сметана, это очень хорошо, но главное, что здесь есть фрукт, и тогда уже к этому салату правило фруктов, да, то есть мы едим не с вареной едой и не после вареной еды, а едим до. Как правильно сочетать сухие грибы? Но сухие грибы это не овощи, сухие грибы мы просто размачиваем и варим, да, и делаем из них какую-то вареную еду. Что бы вы могли посоветовать на завтрак, что бы было и сытно, и полезно? В вашем опыте дайте совет, что бы много вопросов не было. Что бы было и сытно, и полезно? Я не могу дать общий совет на всю аудиторию, потому что у нас сейчас здесь вот 55 человек, мы все очень разные, и мы все с вами находимся на разных уровнях свои продвинутости в питании. Допустим, я завтракаю фруктами, и мне это сытно, полезно, нравится, и мне это здорово. Но если, скажем, будет какой-то человек слушать меня, который вообще где-то далеко-далеко от естественного питания, плюс у него, может быть, там гастрит, или какие-то проблемы с желчным, или может быть у него рефлюкс, а может быть у него вообще фруктоза не усваивается, потому что у него нет определенных ферментов для этого, то такому человеку я даже и советовать не буду кушать фрукты натощак, потому что у него это может вызвать некоторые осложнения. Поэтому я не могу дать общего совета, я могу давать советы, что завтракать только конкретному человеку, узнав его историю и предысторию, то есть собрав его анамнез, как говорят врачи, вот тогда я точно буду знать. Но это обычно делается или на индивидуальной консультации, или там еще каким-то образом, заказав какую-то там услугу у меня, но вот так вот общий совет просто не могу дать. Конечно, попробуйте завтракать фруктами, если вам это понравится, но здесь тоже нужно понимать, нет ли у вас противопоказаний. Так, и вот очень интересный вопрос еще был из окна, которая была до эфира, я его зачитаю, значит, вопрос, овощи, зелень и интервал в еде 12 часов убивают раковые клетки? Значит, смотрите, овощи, зелень и интервал в еде 12 часов это супер, это здорово, если в вашей еде, в вашем рационе много овощей, много зелени, и вы еще и делаете интервал 12 часов, а может быть, даже и больше, вот чем больше интервал, я так понимаю, что это, наверное, ночной имеется в виду, да, чем больше интервал, тем лучше, то это здорово, и это будет способствовать ощелачиванию вашей внутренней среды, да, а раковые клетки очень не любят такую среду, они любят среду закисленную, то есть, когда питание грязное, в основном вареное, в основном животное, когда неправильное сочетание животное с крахмалами, когда мучное сладкое, когда запоры, когда человек понятия не имеет о том, что нужно как-то все-таки оздоравливать свое питание, вот у него закисленная среда, а раковые клетки как раз любят закисленную среду, поэтому, если у вас вот это вот присутствует, то можете себя считать, что вы молодец, да, и вы придерживаетесь вот именно этого, и даже советую делать интервал побольше, например, раз в неделю делать интервал в питании, там, 24 часа или 36, но не сразу 24-36, а начинай хотя бы с 12 и потихонечку увеличивать, допустим, один день в неделю сделали 12 часов, через неделю сделали 13 часов, еще через неделю 14 и так далее, и так далее, то есть постепенно увеличивая до 24-36 часов интервала, вы будете себе оказывать очень большую помощь, потому что именно за этот интервал между приемами пищи, так называемое, ну, короткое голодание, происходит очень мощное, хорошее очищение организма, не могу сказать, что он прям на глубоком клеточном уровне, но то, что такие интервалы помогают избавляться от тех загрязнений, которые вы накапливаете, вот, ну, скажем, за неделю, то вполне можно об этом говорить, вот, здесь вопросы все у меня в листе, так, утром инсулин, сахар низкий, организм расходует ночью, углеводы, в том числе, и фрукты стабилизируют потраченную глюкозу ночью, ну, разумно, так, вот, пишут, что у меня весь этот букет, но фрукты на завтрак хорошо переношу, отлично, отлично, это просто вообще для меня большая радость, я просто, наверное, говорю, это из перестраховки, потому что есть примеры людей, которые не могут кушать фрукты на завтрак, но на самом деле, если попробовать их внедрять, потому что ведь фрукты фруктам рознь, да, есть кислые фрукты, лимон, например, или кислое яблоко, а есть мягкие, очень нежные фрукты, там, начиная с авокадо, который совсем нежный, кстати, авокадо это фрукт, если вы не знали, или там, банан мягкий, да, то там совсем уже другая реакция идет со стороны, ну, слизистая желудка хотя бы, там, и вообще реакция организма, поэтому можно начинать пробовать аккуратно разные, там, да, пробовать разные фрукты, смотреть, как на них реагирует организм, но, как правило, вот, я уже убедилась, да, поскольку у меня проходят курсы, и люди внедряют в свое питание фрукты, даже при том, что они раньше это не ели, то, как правило, они обычно очень хорошо это воспринимают, им нравится, они радуются, и удивляются, надо же, раньше все время давился кашами, там, творогом, или яичницей, а сейчас, ну, вот, научился есть на завтрак фрукты, оказывается, это сытно, оказывается, это вкусно, это здорово, и это облегчает жизнь, и вес начинает уходить, и вообще жизнь начинает играть новыми красками. Ой, опять тут про фрукт и скачок инсулина, я не буду повторяться, Татьяна, или кто там, это, пожалуйста, посмотрите, предшествующий эфир, он прямо в ленте, так и написано, там такая фотография, ну, в ленте, да, и на ней написано, фрукты, посмотрите, пожалуйста, этот эфир, чтобы я одно и то же про инсулин не говорила, и вам все будет понятно. Смотрела ролики в ютубе, видела вас там, и здесь, и здесь сейчас смотрю, и вижу, по-моему, вы помолодели. Да, многие так говорят, что я помолодела, но это как раз, вот так работает живое питание, так работает естественное питание, вот так работает ситуация, когда в вашем питании большую часть начинают занимать фрукты и овощи сырые, а вареная и тяжелая еда начинает немножко на второй план становиться. Я не говорю, что я совсем убираю животную и вареную еду, нет, я ем, но у меня на первом плане все-таки сырые, сырая растительная пища, овощи и фрукты, и именно поэтому организм реагирует вот так, клеточным омоложением, и, конечно же, это сказывается на внешности. Так, завтракаю фруктами с кофе, не могу на завтрак есть что-то тяжелое, а через два часа уже обедаю чем-то более сытным. Да, совершенно нормально, полностью согласна. Так, ну вот, вроде бы я ответила. Ваши вопросы. После фруктов на завтрак следующий полезный перекус. Чем и когда? Вот ведь опять мы все-таки от овощей уходим, да, и все-таки фрукты как-то больше манят. А полезный перекус – это то, что вам хочется. Вот если вам хочется опять фруктов, поешьте опять фруктов. Если вам хочется яиц, поешьте яиц с овощами, с сырыми. Если вам хочется овощей, поешьте овощей. Может быть, вам со сметаной или сыром их захочется. Ну вот, что просится на завтрак после фруктов, то и кушайте. Но тут, опять же, ситуация неоднозначная. Многое зависит от того, как вы питались раньше, да, и на какой вы сейчас стадии или ступени изменения вашего питания. То есть, если вы уже продвинутый пользователь, да, как говорят, то я бы, конечно, посоветовала на перекус снова фрукты. Только какой-нибудь другой вид или овощ. А если вы еще пока не продвинутый пользователь, и, может быть, вам уже хочется чего-то более плотного, тогда позвольте себе более плотное. Но просто помните о том, что, если вы будете внедрять фрукты в свою жизнь, да, то внедряйте их с самого утра, до тех пор, пока вы не поели вареную пищу. Ну, тоже, если вы не смотрели наш прошлый эфир, то лучше его посмотреть, про фрукты. Тогда уже картинка будет целая в голове. Так, у меня только разные ягоды. Я делаю смузи. Замечательно, прекрасно. Так, пить домашний уксус натощак полезно. Ну, не сам прям уксус, а водичку. Водичку, в которой добавлено немножко уксуса. Домашнего, домашнего яблочного уксуса. Да, это полезно, потому что такой напиток тоже ощелачивает внутреннюю среду. Мой завтрак творог, гречка, яйцо, масло. Ну, если это всё вместе, это кошмар. Если это по отдельности, то, ну, как бы, да, то творог, то гречка, то яйцо, то тогда вам, к сожалению, некуда пихать фрукты. Потому что после творога фрукты, ну, пойдут, после гречки тоже. Ну, после яйца ещё так-сяк, если оно было с мятку. А вообще, конечно, это очень тяжёлый завтрак. И если это постоянно, то, ну, эту ситуацию, я думаю, надо менять. Так, сухофрукты тоже хорошо натощак. Ну, вот видите, сколько у нас людей, которые довольно продвинуты в питании и говорят, что им хорошо натощак фрукты и сухофрукты. Так, ну что, у нас прошёл час наш положенный. Тему овощей я осветила, на вопросы ваши ответила. Очень вам благодарна за это пристальное внимание, которое вы уделяете моим эфирам. Значит, всё-таки актуально, значит, интересно. Вы молодцы. Если вы интересуетесь здоровым питанием, вы молодцы. Продолжайте интересоваться. И до встречи на следующем эфире. Спасибо вам большое за то, что вы были сегодня.